Анна спрашивает, скажите, где взять жизненное вдохновение? Чтобы получить жизненное вдохновение, вы должны общаться с теми людьми, которым вы нужны. Потому что мы вдохновлены в жизни тогда, когда мы чувствуем, что наше служение принимается. А если мы чувствуем, что мы не нужны никому, то жизненное вдохновение уходит. Поэтому служите тем, кто благодарен. И чувствуйте благодарность за то, что вы делаете, то, что у вас есть возможность совершать такое-либо служение. Чтобы это получилось, вам нужно усвоить одну очень важную вещь. Все, что вы делаете, вы должны делать для Бога. Потому что человек существо неблагодарное, если он не святой, если он не предан Господу. То есть, хотя бы его эго не в благости находится. Поэтому, если вы служите людям и чувствуете, что они неблагодарны, вы должны понять для себя вот эту вещь, что вы на самом деле делаете для Господа. И тогда вы какую-то другую энергию почувствуете. Даже служение неблагодарным людям, оно перестанет быть для вас выслуживанием и станет источником определенного жизненного вдохновения. И когда у вас это поменяется, люди, которые получают от вас что-то, у них тоже в сознании пройдут перемены. То есть, такой мистический процесс на самом деле. То есть, ваше отношение к жизни, оно определяет отношение к жизни других людей, с которыми вы связаны. Поэтому, пожалуйста, изучайте эту тему более подробно. Я в своих лекциях, также на науке жизни, мы очень подробно обсуждаем эти вещи, очень важные для всех нас, жизнеутверждающие вещи. Спасибо.